большой всем привет сегодня потестируем два очень интересных филамента с примесями вообще пла пластик это недавнее изобретение так называемый экологический пластик из кукурузы обычно сделается или еще с чего-то такого растительного пластик безопасный хороший по всем замечательный для печати лучше всего подходит и у него одно из есть и свойств что в него можно добавлять разные примеси и не сильно его этим испортить я попробую хотел попробовать несколько таких пластиков на одном и уже потестировал светящийся филамент предыдущих видео вы видели довольно неплохо получается светящийся мне очень понравился поэтому купил еще два филамента с примесями 1 древесный филамент где по утверждением производителя около десяти процентов древесной стружки то есть прямо в пластик как-то я это не вижу вот и на фото наверно вы тут тоже наверно не увидите на видео но напечатанное изделие выглядит очень соблазнительно по крайней мере на рекламных картинках тоже став ставлю то есть при изготовлении этого пластика добавляется немного натурального дерева из-за чего результат нужно печатанного изделия будет напоминать как будто бы деревянный фигурку там или еще что то мне это очень интересно потому что в основном я планирую на 3d принтере печатать органайзеры и хотелось бы их делать как будто бы под дерево второй филамент с добавкой это так называемый марбу с примесью мраморной крошки или с эффектом мрамора то есть изделия из этого филамента будут напоминать сделанные из камня посмотрим конечно на картинках это одно на в деле другое это нужно самостоятельно проверять и мы с вами все это сейчас и проверим по цене да такие филаменты дороже обычного притом ощутимо дороже например вот этот марбл филамент стоит 35 долларов при обычной цене филамента примерно в 20 а деревесный чуть подороже но не существенно дороже 25 вместо 20 то есть цена как бы отличается посмотрим правда на это или нет что мы будем печатать для марбл я выбрал вот эту маленькую игру для них для нее выбрал марбл или наоборот это маленькая игрушка есть тоже обзор на канале которая всем замечательно но коробочка этика бардак я нашел для нее замечательный органайзер который улучшит просто внешний вид этой игры и функциональность потому что все эти тайлы будут уже в определенных местах это будет красиво и здорово плюс именно вот такой такая расцветка пластика марбл очень мне кажется будет подходить именно тематике игры то есть бело-бело-черное такое мраморное чтобы печатать из деревесного филамента пока не знаю так как я планирую если это получится если будет качественный результат делать какие-то коробочки под настольные игры то возможно что я выберу какую-то маленькую еще игру для которой найду органайзер чтобы сравнить адекватно а может просто кубик на например деревянные напечатали еще что то так или иначе наша задача попробовать оба филамента с добавками посмотреть результат и подумать стоит оно того или нет да я много слышал что такие филаменты могут забивать сопла 3d принтера ну как бы пойдем на такой риск потому что интерес увидеть результат перевешивает риск из испортить сопла тем более сопла в принципе можно поменять достаточно легко я это ничего не делал но по крайней мере не особо этого боюсь все дальше я пойду все это печатать и настраивать у вас пройдет несколько секунд и вы уже увидите результат результат на столе и что я хочу сказать я хочу начать они продолжить это видео с благодарности в одном из прошлых видео я с пожаловался на то что у меня получается изделие из пластика ну так скажем не впечатляющего качества даже для меня для того кто это делал говоря уж о том что с при взгляде со стороны они кажутся ну дешевкой с первый раз у меня получилось так что я в принципе доволен результатом и благодаря одному совету доброго человека который подсказал что в слайсере есть настройка сглаживания посмотрите разница оказывается слайсере можно установить так чтобы все верхние поверхности то есть самый последний слой принтер проходился очень тоненьким слоем пластика и заделывал все ребристые полосочки и смотрите результат я не знаю как это видно или не видно но я постараюсь показать дно идеально гладкая вот коробочка без разглаживания видно а все полоски видно как что это принтер работал просто все видно и вот разглаживанием как будто идеально плату как будто идеальный гладкий пластик классная штука спасибо за свет я сам бы это не в жизни нашел потому что этот параметр спрятан в такой глубине настроек что его было не просто найти в открыто его нету то есть нужно зайти в настройки найти специальный раздел потом включить галочку чтобы он показался в самом слайсере только потом ее нажать единственный недостаток это а вот еще смотрите как гладенько единственный недостаток этого метода то что он сильно удлиняет печать почему я вот эту не печатал с разглаживанием потому что без разглаживания вот такая коробочка печатается три часа с разглаживанием пять часов это серьезно очень то есть очень много ровных поверхностей соответственно удлиняется я подумал что ладно уже тут для для органайзера это не сильно принципиально но сам факт что это можно делать я очень и очень доволен еще раз спасибо человеку который это мне подсказал и хоть какая-то польза уже от этих видео не только зрителям возможно но еще и автор этих этих видео поэтому я попробую воспользоваться еще раз и задам вопрос для знатоков 3d печати может быть вы мне поможете и еще с одним моментом с которым я не смог разобраться сейчас я сюда вставлю и потом продолжим обсуждать результат что у нас получилось с филаментами с примесями внимание вопрос к знатокам задача следующая у меня печатается некий элемент на двухцветном принтере с белой и черной элементами что у нас есть у нас есть некоторые выкуп выпуклые элементы которые хочется выделить другим цветом то есть у нас сейчас базовый белый но вот эти выступающие элементы хотелось бы напечатать черным элементом сейчас это я могу сделать просто вручную дождавшись этого момента перейти в настройки принтера и в миксере начать смешивать филаменты мы добавлю пока 20 процентов на всякий случай чтобы не чего не испортить то есть сейчас будет у меня 20 процентов черного пойдет а потом добавлю 100 и будет черный эффект так нет пока 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 не делаем потому что он еще одну белую до домазывает вот сейчас еще слой сделает разровняет слой белой поверхностью потом добавим подходит момент когда он начнет печатать только shift и утолщение которое я хочу сделать черными на принтере это я могу сделать но вы видите насколько это неудобно мне нужно под мне нужно этот момент выждать мне нужно его подсчитать не пропустить и в общей сложности я провел в сарае поджидая этот момент около часа то есть бегая туда-сюда за все это время это неудобно вопрос можно ли как-то в слайсере кура сделать так чтобы принтер двухцветный менял экструдер и цвет пластика соответственно сам по себе где-то на на моменте слайсера все это запрограммировать чтобы не бегать просто чтобы она допустим до какого-то слоя рисовал одним пластиком а после какого-то слоя вторым возможно ли сделать эту настройку каким-то образом так мы сейчас сделаем это вручную миксер добавляем вначале для страховки немного так сейчас он должен начать примешивать а вот этот пластик смотрим на колесо до начала начала движение и он бы плоскости больше не может поэтому сейчас можно добавить принципе и сто процентов черного будет тогда надпись у нас черный то есть цели я скорее всего сейчас достигну я посмотрим поменяю начался черный появляется нет вроде начал все я ставлю сто процентов на черный цвет и да он вид видно уже что идет смесь немножко темнеет то есть света цели я достиг но совершенно неудобным ужасным способом надеюсь что это можно делать в куры тогда этим буду конечно пользоваться намного чаще то есть выделение разными цветами в разных проектах это ну очень даже неплохо смотрите смотрите как симпатично даже сейчас уже получается только за счет того что изделие будет двухцветное это не покрашено это видно что это разные пластики то есть как вот это делать на уровне слайсера если кто-то знает помогите пожалуйста поехали дальше я протестировал два филамента один типа под мара-мар и вы видите результат очень очень даже неплохой пластик мне очень понравился он выглядит очень шикарно особенно если использовать всякие улучшатели ну отлично выглядит просто отлично тут даже и не знаю к чему придраться очень очень классный пластик да он дорогой но для каких-то важных изделий это я думаю цена оправдана то ли это помогло что сам класть пластик качественный то ли еще что-то но результат мне очень понравился здесь я пробовал использовать двухцветную печать но так как это ручная то она довольно трудоемко оказалось я это рассказал в вопросе а также я немножко не домазал клеем поверхность поэтому здесь есть недостатки в перегибе но это в принципе это не очень важно по марбу пластику я очень доволен классный очень пластик результат мне очень нравится да его надо было бы протестировать на какой-то фигурке чтобы увидеть результат но лучше но вот можно на тарелочке посмотреть второй пластик это пластик с примесью древесной стружки и она печатала один кубик и одно вот такое деревце для колец это жена просила какую-то штуковину чтобы можно было колечки когда она не носит где-то размещать над фингиверсис такой вот кактусик взял очень удобный я его печатал раньше зеленым пластиком потому что она хотела именно зеленый все-таки кактус но это 5g с которыми до сих пор не научился да он более-менее напечатался хорошо но под конец начал халтурить и вот отваливается 5g так у меня толком и не получается ведь хотя пластик сам выглядит ну довольно симпатично так я перепечатал этот кактус в таком виде чтобы тарелочка была типа мраморная сам кактус деревянный но вы видите что все-таки зеленый кактус наверно лучше но задача была посмотреть эффект дерева эффекта дерева я как такого не вижу я не знаю со стороны выглядит ли вот эта подделка как деревянная для меня нет да он очень приятно пахнет в момент печати как это ни странно не пластиком а таким приятным сладковатым древесным запахом но это и в общем то все не похоже на дерево 2 изделия из этого пластика я сделал кубик так называемый кубик домашних обязанностей для чего нужен ну иногда у меня в доме три девчонки разного возраста я не постоянно спорят кто что будет делать вот я начал такую штуку и говорю вот вы спорите кто сегодня моет посуду рада кто сегодня там не знаю подметается тоже рада но кто сегодня вешает мира вот такая забавная штука правда не совсем работает они балуются берут этот кубик и балуются по-своему кто самый вредный рада кто самый носат и так далее они балуются вот таким образом друг друга обзываются и только ссорятся еще больше но я их научил по-другому кто самый красивый кто самый умный мира кто самый замечательный тоже мир в общем такой кубик семейный кубик для решения споров в разных вопросов вот возможно что не совсем сбалансировано надо его еще потестить так ладно не балуемся смотрим на филаменты я не знаю как он смотрится со стороны еще раз говорю мне он не совсем напоминает деревянный только разве что издалека вблизи ну очень отдаленно все-таки он напоминает деревянный я не знаю надо попробовать из него сделать именно какой-то органайзер под дерево в общем вот такой результат ну проверим еще раз как она улучшает этот органайзер коробочку игры которая для которой мы это печатали это у нас дэйреман и складываем ну и посмотрите на результат насколько замечательнее стало чем какая-то в какой-то бардак был есть ферма и просто можно положить даже вот так и выкладывать даже можно да можно вообще не выкладывать можно просто считать что это вот то молоко которое мы даем ферме и просто брать отсюда и но заменяется сразу другим вообще замечательно не надо было даже еще печатать еще один блок это размещается сюда заморозка и штрафные очки это суда правило вот такой тест филаментов с примесями я очень доволен филаментом под мрамор умеренно доволен филаментом с примесью дерева не особо заметил его наличие но может быть все таки она имеет преимущество по сравнению с просто серым пластиком так или иначе филаменты понравились результат мне понравился спасибо что посмотрели всем пока ну и Продолжение следует... Продолжение следует...